Привет, с вами Orange Man, и это мои мысли о трейлере Атриад Самоубийцы, но для начала маленькая предыстория. В принципе, Warner не планировали его выгружать так быстро в сеть, но из-за того, что на Комиконе они его представили эксклюзивно для небольшой аудитории, было очень много, скажем так, съемок с телефонов, и в сети появилось очень много плохих записей. Ну и чтобы не портить впечатление о данном, я надеюсь, великом фильме, Warner выгрузили, собственно, нашдишную версию, и мы с вами можем наблюдать ее. Но из минусов понятно, что, я думаю, Warner в следующий раз 20 раз подумают, прежде чем на Комиконе показывать свои какие-то заготовочки и так далее, потому что это все-таки, надо понимать, этот трейлер готовился именно для Комикона, здесь еще много материалов, я думаю, у режиссера не было на руках, что-то там еще обрабатывали, что-то дорисовывали где-то графику, какие-то сцены еще не были сняты, то есть это все-таки скорее именно было сделано, именно вот это видео было сделано для фанатов, чтобы показать, что, ой, смотрите, здесь Харли, здесь Джокер, здесь еще кто-то и так далее. Вот, ну, давайте обо всем по порядку, поехали. Буквально на днях появилась информация, что, возможно, фильм «Отряд самоубийц» будет с рейтингом 18+, что, на самом деле, просто потрясающе, потому что режиссер сможет показать какие-то такие жесткие моменты там с Джокером, когда он там или уродует людей, или, не знаю, там, бьет, ломает кости и так далее, то есть здесь мы прям можем такой хардкор увидеть, но, опять же, это пока слуха, это не точно, я так понимаю, что это поняли по той информации, что весь мерч по фильму, он готовится на категорию 18+, но, соответственно, отсюда сделали и вывод, что если там игрушки, футболки и так далее делают на людей старше 18, то, скорее всего, мы и фильм увидим с рейтингом 18, но будет печально, кстати, если по фильму не будет выпущены какие-то наборы Лего, потому что лично я прям хочу увидеть маленького такого Джокера в формате Лего, это было бы, по-моему, очень круто. Вначале мы видим логотип Ворнеров и DC, который так медленно крутится, как будто бы Джокер заводит бомбу с часовым механизмом, то есть он так заводит, заводит, и она так назад уже начинает тикать, очень прикольно. Начинается все с Аманды Уоллера, она сидит за столом, режет мясо, и мы уже здесь понимаем, что она, по сути, просто адовый человек, потому что для нее, не знаю, убить плохого парня, да я думаю, что и не только плохого, она кого хочет, может убить, главное, чтобы это, наверное, было оправдано. Когда ее видит Харли Квинн издалека, она такая говорит, она дьявол, и на самом деле это просто идеально, по-моему, отображает Аманду Уоллер, потому что ее работу, ну, просто заставляет ее быть дьяволом. А как ты по-другому будешь управлять людьми, заставлять их работать на себя, заставлять их делать то, что ты хочешь? Причем, ладно бы, это простых военных, а это просто отпетых и негодяев заставить, это же, блин, это, наверное, офигеть как сложно. Ну, конечно, если у тебя в башке есть бомба, то это немного упрощает весь механизм управления людьми, но я думаю, все равно нужно иметь железные нервы и стальные яйца, чтобы управлять там Харли Квинн, ну, и всем остальным сбродом. Очень интересный момент был, опять же, когда она разговаривает, и там у нее спрашивают про способности, и она так просто отвечает, о, да, я повидал столько способностей. Знаете, как такой уже просто отпетый, отпетый профессионал, который, о, столько уже повидал там, и это пробовал, и это пробовал, не, ну, конечно, все, шутки шутками, но мне очень понравилось, действительно, как режиссер ее показывает, что это просто вот мастер на все руки, что она может, я думаю, что при желании она может попытаться приструнить даже Супермена, если ей такое задание дадут. И вот это действительно было очень классно, потому что ты прям, ну, не просто, знаете, там, строгую тетку нам могли бы показать, которая бы говорила это, делай это, делай это, а здесь режиссер именно прям раскрывает, показывает ее, показывает, какая она, показывает вот в поведении, показывает просто вот она ест, и ты уже по ее действиям, ты видишь, что это просто, что это дьявол, как я уже говорил. Для себя я подчеркнул из этого ролика то, что все персонажи, которых нам показали, ну, основные там члены отряда самоубийц, там, Аманда Уоллер, Джокер, они выглядят очень харизматичными и проработанными, то есть, если взять, допустим, те же фильмы по Марвелу, там есть, ну, парочка персонажей, то есть там, ну, грубо говоря, не знаю, Тони Старк, потом там еще с большим сомнением, можно сказать, про его кого-то злодея, что он харизматичный, потому что по большей части Марвел как-то сливает своих злодеев, и они выглядят, ну, типа, окей, злодей. Единственное, там Локи, но Локи, опять же, это не совсем злодей, то есть, это как альтер-эго, ну, короче, не будем рассуждать, а здесь реально, здесь вот почти каждый персонаж, которого нам показывали, он выглядит прям реально классным. Тот же Бумеранг, персонаж, которого я очень не люблю, ну, я думаю, вы знаете почему, потому что он выглядит очень нелепо и глупо. Здесь он выглядит прям реально, не знаю, мне нравится на него, я хочу прям его посмотреть, я хочу узнать, не знаю, что было там, какая предыстория была у персонажа и так далее. То есть, очень классно, и надеюсь, что вот это впечатление, которое у меня было после этого видео, что в фильме режиссер реально всех раскроет. Ну, зная режиссера, я думаю, что по-любому он уделит почти каждому персонажу там определенное время на флешбеке, на раскрытие и так далее. Итак, сначала скажу про Эль Диабло. Это парень, который управляет огнем, если я ничего не путаю. Вот нам показали его такую маленькую скромненькую комнатку. Снизу, если я правильно понял, это были иконы. То есть, это верующий такой злодей. Чувствуете, уже парадокс. То есть, как бы он вроде злодей, но вроде верующий. Как он там... Вот это уже вот этот парадокс. Наверняка режиссер его раскроет, покажет. Были моменты, когда его там обливают водой. То есть, видимо, он хочет или сбежать, или еще что-то сделать. И его подавляют, ему просто... Его ломают. Вот хорошее слово. Его прям прямым текстом его пытаются сломать. Может быть, он там приходит к религии. Может быть, он уже изначально был религиозен. В общем, ну, вы чувствуете, да, что как бы уже интересный персонаж. Интересно, что с ним сможет сделать режиссер. По поводу Крока, такие у меня смешанные чувства. Потому что, первое. У него очень какое-то непропорциональное тело. У него большая голова и маленькое тело. То есть, я понимаю, да, ему как бы грим на голову кладут. И, кстати, грим очень классный. Потому что нету такого ощущения, что это или грим, или, наоборот, что это там графика. То есть, мне кажется, они очень хороший, действительно, грим подобрали. Потому что ты действительно веришь, что это кожа человека. Вот. Но вот этот дисбаланс, что очень большая голова, маленькое тело. Видимо, надо было ему как-то тело тоже увеличить. Какие-то подкладки ставить. Там, под плечи, под руки. Бесспорно, хочется увидеть его в экшене. Потому что это такой парень на вынос. Который просто будет бежать, выносить все двери. Рвать людей и так далее. Прям хочется увидеть именно экшен с ним. Потому что, действительно, можно очень... И с рейтингом 18+. Вы представьте, он просто накидывается на человека. Грызет его. Короче, мне аж самому жутко стало. Это должно выглядеть очень классно. Но теперь перейдем к Риг Флэгу. Его играет Юэль Киноман. Надеюсь, я правильно произнес его имя. Оно очень странное. Изначально Риг Флэга должен был играть Том Харди. И очень жаль, что на самом деле он не смог сыграть. Потому что здесь у Риг Флэга должна быть роль просто... Ну, такого генерала, который управляет... Боевого именно генерала, грубо говоря. Который управляет всей этой оравой самоубийц. То есть, это должен быть... Вот с первого взгляда ты смотришь на него и чувствуешь уже мощь. Ты чувствуешь, что этот парень, не знаю, мизинцы, может сломать тебе шею. И убить тебя. Вот. И Том Харди это просто был бы... Не знаю, на мой взгляд, 5 баллов из 5. Ну, так сложились звезды, да. Так сложились звезды, что мы его здесь не увидим. Но, может быть, это и к лучшему. Потому что в дальнейшем компания Warner Bros. сможет использовать его в других проектах DC. Но я так понимаю, что он изъявлял желание еще поработать с Warner'ами над кинокомиксами. Поэтому будем ждать. А по поводу, собственно, этого нашего киномана что-то стоит сказать. Ну, здесь мало было, в принципе, про него какой-то даже информации, тех же флешбеков. Мы, единственное, увидели, как он со стволом ходит. И, по-моему, он целовался с Харли Квинн. Да, ну, это без комментариев. По поводу чародейки я хочу сказать то, что я не очень знаю ее оригин. Но я так понимаю, что здесь хотят показать именно ее оригин. Там была сцена в пещере, сцена в ванне с звездой перевернутой. То есть, видимо, да, там что-то такое жесткое с ней мутит. Да и, в принципе, если посмотреть на нее вот прям уже в костюме, как она будет выглядеть в отряде самоубийц, прям такое жуткое ощущение сразу становится. То есть, та жалая ведьма, которая была во вторых Мстителях, она просто, не знаю, пай девочкой кажется. Хотя там из нее хотели такую рокершу сделать. Вот эта ведьма выглядит реально хардкорно. Прям ведьма так ведьма. Ну и вот мы перешли к Дэдшоту. Его играет замечательный, наикрутейший Уилл Смит. На мой взгляд, Уилл Смит здесь выглядит единственным, скажем так, добрым, что ли, человеком. Но согласитесь, вы когда смотрите на его лицо, он не ассоциируется с каким-то маньяком, там, или с убийцей, или еще, не знаю, с кем-то плохим. То есть, ты смотришь на него и думаешь, да, хороший парень, хороший парень. Мне интересно, как Ворнеры вот будут ломать вот этот стереотип, что он там хороший парень, или они действительно хотят сыграть на наших чувствах к нему и показать, что это хороший парень, который попал в очень плохую компанию, даже не то, что компанию, а обстоятельства. То есть, все его заставило пойти по плохой тропинке. Опять же, был показан тоже с ним, я так понимаю, не оригин, а очень такие трогательные моменты. С его дочкой нам показали, как он ее обнимает. То есть, в нем, понятно, что будет главная мотивация, это вот, что он будет делать, все ради своей дочери. И, то есть, в нем, скорее всего, единственным будет именно вот какая-то такая человеческая нотка из всего этого отребья. Еще есть один такой момент. Фанаты заметили, что у него, ну, скажем так, набалдажник на глазу на левом находится, а не на правом, как в комиксах. И кого-то это очень сильно бомбануло, в общем. Согласитесь, во-первых, очень тупо будет, если у него какой-то набалдажник здесь будет, которому он целится, но это будет, как минимум, нереалистично смотреться. Здесь, я так понимаю, что у него просто гарнитура с голограммой, то есть, которая подсвечивает, которая показывает какие-то определенные объекты на левом глазу, что, на мой взгляд, гораздо реалистичнее, потому что правым глазом он, получается, целится, стреляет, а левый глаз у него отвечает за такой вспомогательный, скажем так, экранчик, который ему показывает, там, не знаю, или сколько метров до цели, или еще что-то, или еще что-то, или показывает, там, в принципе, сколько целей, захватывает их и так далее. То есть, это значительно реалистичный плюс. Возможно, нам покажут, как он потеряет свой правый глаз, ему туда что-то вставят. То есть, короче, на мой взгляд, это только плюс. Теперь мы подошли к Харли Квинн, и она здесь очень классная. Мне лично просто понравилось на все 5 баллов из 5. Она очень эксцентричная, она очень, да, эксцентричная, это, причем, мягко сказано. По харизме, я думаю, она не будет уступать Джокеру, потому что она точно так же, там, как и он, может просто вынести человеку мозг, взяв в ствол просто ни с того ни с сего. Но при этом она не глупая, то есть, она наверняка анализирует, она наверняка думает многие, обдумывает многие моменты. И с одной стороны, ну, если посмотреть на Отряд Самоубийц, вы смотрите, ну, зачем им Харли Квинн? То есть, там, у каждого из них есть по автомату, и, в принципе, они могут без нее обойтись. Но наверняка режиссер покажет какие-то такие интересные моменты, которые именно вот только Харли может сделать. То есть, там, или соблазнить кого-то. Плюс она психолог, то есть, она понимает, как надо пойти к кому-то, то есть, с какой стороны подойти к человеку, там, чтобы им манипулировать и так далее. То есть, в принципе, это может получиться такой очень многогранный персонаж. То есть, смесь психолога и психопата, это уже весело. Также нам показали кадры, где, если я правильно понял, Джокер ее пытает, там, или пытается какую-то информацию из нее узнать, или еще что-то. В общем, скорее всего, это получается Ориджин Харли Квинн. То есть, как Джокер, скажем так, сломал ее и вот превратил в то, что мы сейчас видим. Возможно, она будет его ненавидеть, потому что, допустим, он ее там, не знаю, предал или оставил где-то. И в конце она уже с ним сойдется, и они вместе за ручки возьмутся и будут прыгать, бегать в каком-нибудь красивом парке. Ну, и это будет уже зацепочка на следующий фильм о Бэтмене. Да, будет, по-моему, неплохо. Ну, а теперь, конечно же, я не могу не обсудить Джокер в исполнении Джареда Лето. Интернет пестрит различными мнениями, там, естественно, от негативных до просто восхваляющих его. Лично для меня круто то, что нам показывают совершенно нового Джокера, потому что такого Джокера мы еще не видели, потому что, на самом деле, что-то свежее всегда приятно увидеть. Особенно-то Джокера. Это же как его надо было переосмыслить, чтобы вот увидеть то, что мы сейчас видим. По поводу татуировок, по поводу того, как он себя, в принципе, ведет. Сначала, когда я увидел самый первый, там, такой промо с Джокером, у него были татуировки, мне это не очень понравилось, потому что Джокер – это не такой человек, который, ну, именно по психологическому типу, не тот человек, который стал бы себе делать татуировки. Но, в принципе, когда я уже начал переосмыслять, что нам хочет режиссер здесь показать, я понял, что здесь Джокер – это человек, который уже, скажем так, сформировался, который уже работает на свой образ. И, то есть, скажем так, если в трилогии «Темного рыцаря» Джокер был человеком, который нес хаос, просто хаос ради хаоса, то здесь Джокер, он, скажем так, мне кажется, контролирует хаос. То есть, он понимает, что «Так, ладно, сейчас я сделаю это, там, не знаю, испугаю их, там, сейчас я сделаю это». То есть, он, он такой показушник именно, Джокер. И отсюда получаются те же татуировки, там, надпись на лбу и так далее. Есть еще такой один интересный парадокс, ну, лично для меня это. У него очень добрые глаза, у Джареда, плюс у него голубые глаза, и ты действительно, когда смотришь, то есть, ну, в них чувствуется какая-то доброта, что ли, позитив. Но парадокс заключается в том, что этот парень, то есть, да, он смотрит на тебя, он улыбается, но он просто возьмет сейчас лом и всадит тебе куда поглубже. Ну, понимаете, о чем я. По поводу голоса, мне кажется, это такой интересный микс получился. Джаред сымитировал голос Хит-Лейджера, такой, скажем так, голос, который туда-сюда прыгает постоянно, такой прям психический голос психопата, психический голос психопата, да, павтология. И Марка Хамилла. Кто не знает, Марк Хамилл, это, ну, во-первых, это легендарный Звездный Воин. А чем он еще примечательен? Конечно же, он примечательен тем, что он озвучивал Джокера уже на протяжении долгого-долгого времени в мультиках, полнометражках, в играх и так далее. Помните вот этот старенький мультик, где Джокер такой, типа, веселый-виселый-виселый, и просто Хит-Лейджер, где Джокер такой просто безбашенный, где у него пляшет голос туда-сюда. И вот здесь как раз Джаред, мне кажется, соединил вот эти два голоса, и у него получилось что-то интересное свое. Да, и плюс еще, к тому же, у него на зубах одеты такие металлические штуки, я не знаю, как там это будет, в принципе, оправданно или говорится об этом. Такое ощущение, что ему Бэтмен просто 20 раз уже выбивал эти зубы, и у Джокера такие вставочки. Они дополнительно еще видоизменяют его голос, и он немного таким шепелявистым, что ли, кажется. Вот, ну, в общем, классно-классно, с голосом он шикарно поработал. Джаред Летт работал по системе Станиславского, как и Хит-Лейджер, то есть он также пытался представить себя вот этим просто психопатом адовым. И мне кажется, что его образ, как минимум, получится таким же интересным, таким же проработанным, как и у Хит-Лейджера. Было очень много интересных кадров, когда мы видели людей с совершенно просто потрясающими костюмами. Кто-то там был, по-моему, в костюме Панды, кто-то был в костюме Бэтмена, кто-то был с гигантским глазом на голове. Это было очень классно, я так понимаю, что это все парни из банды Джокера. То есть по их костюмам мы просто видим, какой там психодел будет твориться. Это должно быть реально очень-очень феерично, классно. Сразу мне представился образ Джокера из Темного Рыцаря, когда они просто одели такие резиновые маски с клоунами. И просто что творят люди в этом фильме, это просто взрывает мозг. В целом, по поводу ролика, я уже говорил, что этот ролик все-таки был сделан для Комик-Кона. Много материалов наверняка не было у режиссера, когда он его делал. Плюс, на мой взгляд, ролик затянутый, потому что хочется его сделать поменьше и подинамичнее. То есть он идет там 3 с небольшим, я бы сделал, наверное, все-таки 2 минуты, там, с половиной хотя бы. Тогда бы это все было бы динамичнее. И получается, что ролик хотели сделать а-ля Альтрон. То есть, ну, вы посмотрите ролик Альтрона, вы поймете, там, такие же тоже, там, кто-то на заднем фоне так красиво поет. Все медленно там взрывается, еще что-то. Вот, но не знаю, мне кажется, у режиссера непосредственно не получилось создать такого же эпика, как было с Альтроном. Поэтому, да и в принципе, не знаю, подобная режиссура в ролике Отряда самоубийц, она, по-моему, лишняя. То есть здесь должен быть что-то, прям реально что-то адовое. Там какой-то рок должен на заднем фоне играть. Потому что комикс, все-таки это такой трешничок хороший, с мясом и так далее. Здесь нужно прям какой-то рок врубать и просто показывать мясо. Ну, понятно, да, здесь нам показали разные флешбеки, показали всех персонажей. То есть, как я уже говорил, это было сделано исключительно для Комик-Кона. Интересно посмотреть следующий ролик, который будет именно, скажем так, ролик, который непосредственно показывает, какой фильм мы увидим. То есть именно вот, именно экшен. Именно экшен, именно безумство и куча крови. Надеюсь, что рейтинг все-таки 18+, он будет у фильма. Пишите ваше мнение по поводу многих моментов, там, что вам запомнилось, или какие-то предположения, или еще что-то. В общем, я это все читаю. И на самом деле интересно, потому что бывает иногда очень-очень прям такие классные темы, которые я бы сам даже, наверное, не додумался до этого, и которые я потом вставляю в следующее видео. То есть, да, плагиачу идеи у своих подписчиков. Нехорошо. Как-то так. Ну все, давайте пока, увидимся в следующих видео. Это передача «Научные пазлы», в которой мы рассматриваем, какие фантастические вещи из книг, комиксов, сериалов, фильмов могут существовать в реальной жизни, или же уже существуют. И речь сегодня пойдет о суперскорости. И, конечно же, в голову сразу приходит флэш. Спасибо.